Добрый день, уважаемые любители шахматы! В этом видео я поговорю о дебютных книгах и о зачем они, собственно, нам нужны. Ну и о современных новинках дебютной теории. Мы начнем с того, что, во-первых, в России большинство книг являются книгами издательства Соловьев Сергей Николаевич, о котором мы поговорим чуть попозже. И вот на самом деле это издательство Chess Stars Publishing, болгарское, ну, собственно, почти все книги изданы этим издательством на английском языке, в русском языке выходят под издательством Соловьева. Что касается русского шахматного дома, то, к сожалению, они как-то очень интересно издают книги, что у них даже своего сайта нет. Но если вы пропишите «Русский шахматный дом», то Google выдаст в топе сразу ссылку, по которой можно скачать эти книги. Очень странная, конечно, вещь. Неужели им все равно, что можно так легко их книги найти в интернете? Теперь, собственно, зачем нам нужны дебютные книги вообще? Такой вопрос, наверное, странный. Ну, давайте возьмем книгу 83-го года, какую-нибудь, например, «Константинопольский вид защиты каракана» или какую-то. Но тоже СССР издательство какого-то. Ну, 80-х годов, кстати, когда я был в Черногории, я заходил к ним в шахматной клубе, там в шахматном клубе с топкой лежали эти дебютные книги. Но я, в принципе, не рекомендую ни в коем случае, если вы собираетесь достичь хороших успехов в шахматной и использовать старые книги. Объясню почему. Ну, действительно, если вы хотите, допустим, если у вас уровень, первый разряд, допустим, КМС, вы никогда не видели этот дебют в глаза, то эти книги будут для вас полезны, поскольку там разбираются общие идеи и так далее. Но, как мы понимаем, что с этих 80-х годов прошло куча времени, компьютерные дебюты стали в основном. И если вы будете играть уже с шахматистами, сильными КМС-мастерами спорта, этих первобытных знаний вам тоже будет недостаточно. Ну, простой пример, допустим, люди же в 14 веке не знали, что находится в центре Солнечной системе. Они думали, что Земля, а не Солнце и так далее. Но это не дает повод нам понимать, что они были глупыми. Это дает повод понимать, что нужно пользоваться современными знаниями, потому что знания это сила. Ну, и, собственно, к сожалению, еще раз повторюсь, книги, которые издаются в России, ну и также на Украине, естественно, они издаются с опозданием где-то в 2-3 года по сравнению с иностранными. Ну, обычно, те, которые, допустим, вот этого издательства, Честорг Паблишен, то где-то на полгода позже в России издаются по сравнению с миром. Ну, полгода это большой разницы не имеет. А такие другие могут издаваться с большой задержкой, в общем. Ну, и также, конечно, я сразу говорю, что всякие книги, вроде как Калиниченко, который миллион книг по дебюту написал, вы сразу можете отправлять их как минимум на полку, как максимум куда подальше, поскольку это все является плагиатом за старых советских книг, к сожалению, большому. И поэтому этого автора никогда при изучении дебюта не используйте. Теперь, собственно, эти самые крупные 3 издательства современные, которые выпускают книги на тему дебюта. Ну, во-первых, Everyman Chess. Сейчас мы видим, что у них около 207 книг на данный момент по всяким дебютам. Причем у них сайт сделан довольно-таки умно. Видите, здесь можно выбрать, нажать на дебют, и оно покажет книжки, которые были избраны. Например, по голландской защите, если мы нажимаем, здесь будут вот такие книги. Собственно, что можно сказать про это издательство? Ну, оно в названии Everyman, значит, шахматы для каждого человека. И эти книги, на самом деле, большинство их по качеству сопоставимы с книгами советской эпохи. Поскольку здесь глубокого компьютерного анализа нет, здесь, в принципе, идеи обычно разобраны, на примере партий стандартных и так далее. Такой подход, ну, собственно, здесь большинство вообще, вот, Starting Out серия называется. Вот, Starting Out, The Dutch Defense, например. Это, то есть, вы не знали ничего никогда про этот дебют, и вы начинаете его изучать, значит, с таких книг, Starting Out. Ну, что же, еще раз говорю, что если вы действительно в этот дебют вообще не знали, такие книги будут полезными. Ну, если вы хотите серьезный дебютный репертуар получить, то не очень. Ну, в принципе, все, что можно сказать по этому издательству, здесь очень мало книг выходит таких вот, фундаментальных. Мы переходим к более продвинутому, оно называется Чест Старс Паблишер. То есть, здесь мы видим, сначала давайте посмотрим, это старые книги, их относительно. Началась серия, на самом деле, дебют черными по Карпу, это первая книга Халифмана, мало кто знает, она не была издана на русском. Дальше дебют по Ананду Белыми. Собственно, в этой издательстве была издана первая версия, там было пять книг всего дебюта по Крамнику, оно было издано с 2001 по 2005. А то, что в России издано, это как раз второе издательство, где там Халифмана немного пересмотрел все. Ну, дальше, опять-таки, это уже второе издательство, второе издание дебюта по Крамнику пошло. «Заизия с Сицилией», она очень интересная книга, там где репертуар с Куньцей 6 связан. Система Петросяна против Эпи в индийской защите. Белявский Михальчишин, тоже, к сожалению, не была переиздана эта книга в России. Ну, и вот это, конечно, очень классическая книга, полный дебютный репертуар в стране индийской защиты, Виктор Балахан. Она была издана в России, и большинство вариантов действительно, и сейчас можно использовать, конечно, кроме тактизованного варианта Мердерпуата, основного продолжения, которое лучше использовать дальше. Ну, дальше у нас книга про Барского, которая тоже была Штатская партия за белых, мне не очень она нравится. Московский вариант, где Московский гамбит Дреева, тоже была переиздана. В России хорошая книга «Squeeze and the Gambits», это «Как избежать Будапештского гамбита», гамбита Альбина, гамбита Блюменфельда, «Игорского гамбита», здесь Кирилл Георгиев рассматривает, тоже, к сожалению, не было переиздано, потому что мы знаем, что Георгиев очень сильный гроссмейстер. Современная защита Фелидора, универсальное оружие, это 4D6 Барского, все это книги. Ну, по Фелидору у него, как раз, по-моему, интересная книга, написана по Штатской партии, но есть свои огрехи. Собственно, Миран, Антимиран, за черных, по-моему, в русском, тоже она была издана Дреевым. «The Safest Grunfield», как раз очень хорошая книга по Грюнфельду, если вы не хотите изучать Грюнфельд по Абраху, то тут как раз основные идеи связаны с защитой Грюнфельда. Дебют Биоми по Крамнику, как обычно, дальше, сражаясь с французской защитой, я не знаю, но было изданно ли на русском, там, где рассматривается идея Евсеева играть вариант Тараша, и после конь d2 походить c3, свон d3 и так далее. Ну, не знаю, довольно-таки спорный момент, зачем так играть против французской, только в надежде, что соперник это не будет знаком с позициями с изолятором, за черных играя. Я думаю, что сильный шахматист будет знать, как играть в этих позициях на самом деле. Ну, русская партия, по-моему, на русском была издана, Константин Сыкаев, тоже-таки довольно фундаментальная книга, но черными, по-моему, русскую партию не очень хорошо играть, поскольку это только ничью дебют. Ну, и серия, которую я уже провел, полный обзор, дебют Биоми по Ананду. Также вышли новые книги, довольно-таки дебют по Крамнику, четвертый том, по-моему, после четвертого тома Халифман сказал, что больше уже не будет выпускать томов, хотя там еще было несколько запланировано, но я могу ошибаться. Дальше, современная защита рейти, довольно-таки интересно. Я считаю, просматривал этот дебют, потому что, играя конь f3 и потом c4, можно избежать много дебютов, например, можно избежать принятого ферзя Лагамбита, можно избежать, естественно, всяких славянских защит, можно избежать ферзя Лагамбита, перейдя в каталогское начало и так далее. Кстати, что можно сказать про порядок ходов Канев 3, d5, c4? Самый неприятный, по-моему, ход за черных это d4, но не все так просто, что и в этой книге показывается. В принципе, чтобы понимать, почему я так кратко в этих книгах говорю, естественно, я большинство этих книг вот так вот мельком прочитывал, собственно, где я действительно проверял, глубокие компьютерные анализы, только из этих книг делать книги Халифмана и, конечно, защита карака. Кстати, очень странный факт, что никто в последнее время из гроссмейстеров не написал книгу по защите немцовича на воиндийской защите за черных. Это, конечно, удивительное упущение, а я надеюсь, в большайшее время кто-то таки найдет время и напишет, поскольку, как мы видим, за белых е4 полностью проанализировали, конь f3, за черных на е4 много разных продолжений. Вот, например, книга Витюхова по французской защите, но как раз книга Витюхова довольно-таки спорная, поскольку автор, естественно, 2 700, он все свои секреты тут не выдал. Ну, более-менее нормально тоже написано. Берлинская защита у Иссы и Овечкин, также на пути к испанской партии, и, собственно, это весь комплекс Е4 и Е5, довольно-таки хорошо разобрано. В всяком случае, я явно их дыр не находил. Поэтому, собственно, берлинская защита сейчас очень популярна. Вот даже по этой книге, если ее изучить, то черные можно достаточно хорошие позиции получать. Довольно малый объем материалов для этого нужен. Ну, опять-таки, дебил мне по ананду. Ну, вот самая острая ситилянская защита. Здесь репертуар черный имя варенте Найдорфа показан Кириллом Хеоргиевым. Жаль, что на русском эта книга не издана. Ну, Дреев против Бенониана на русском, я точно уверен, что была издана. Я вроде ее видел. Довольно-таки хорошо Дреев разобрал. Ну, по-моему, все-таки Дреев в одном моменте пошутил в главной линии, поскольку там, по-моему, черный держит разинство. Ну, ладно. Там мелочи. Практически дебютный репертуар против Д4-Ц4. Три тома вышло. Алексей Корнеева на английском, на русском. То есть, практически все книги, что я пока перечисляю, этого издательства были потом изданы на русском. Здесь также у меня есть некоторые сомнения, поскольку, допустим, на разбор антимирана было потрачено, по-моему, что около пяти страниц, или мирана, я точно не помню. Ну, в общем, как-то странно. Ну, действительно, эта книга называется практически репертуар, потому что вот Халифман, если в книгу я проводил обзор, Халифман начинает всякие левейшие ходы, которые любителями были один раз с их рода, кидать в книгу, и поэтому книги получаются такие толстыми. А Корнеев делает... Корнеев, то есть, а не Корнеев. Есть Грессмейстер Корнеев, есть Корнеев, что дало мне возможность так перепутать. Так, Грессмейстер Корнеев, он как раз минимальное количество вариантов демонстрирует, и довольно-таки убедительно с этой точки зрения. То есть, его три тома тоже, если вы не хотите тратить очень много времени на изучение дебюта, они будут вам полезны, если вы до 4 играете, до 4. Дальше, Светушкин, антигрюнфет, я не знаю ничего, поэтому пропускаю по этому поводу. Вот Сергей Соловьев, антисициллианка СА-3. Конечно, понятно, почему с 522 вес традиции, поскольку он является автором и издателем, и действительно, это редкая система. Ну, если вы, допустим, на Ютубе посмотрите видео Яр Саныча, то по этой системе, как он его опроверг всю книгу, собственно, за один вариант получай, как черный, получить нормальную позицию. В общем, А-3, конечно, можно играть, но только против неподготовленного соперника. Здесь сицилианская защита с Е6, это, по-моему, третье издание уже. Также интересно, ну, по-моему, эта книга после матча Карсена и Ананда немного устарела уже так быстро, поскольку там этот Эншпель, который был в исторической шестой партии, разыгран. Ну, собственно, дорога в этот Эншпель рекомендуется, как оказалось, на практике не все там у Черных хорошо. Так, ну, голландская защита, Маланюк и Марусенко. На самом деле, эта книга, по-моему, всей этой серии, да, действительно, выпадает, поскольку действительно гроссмейстер Маланюк очень сильный шахматист и всю жизнь играл голландскую защиту, но как-то в этой книге очень много упущено возможностей, как-то очень поверхностно все разобрано, не все возможности показаны, как-то, ну, в любом случае, то, что я смотрел, как-то мало. То есть, вам полностью материал не будет сложен. Дальше, антииспанская защита Коццо тоже просматривал вкратце. Ну, собственно, я и так знал, что это такой вариант, в котором мне совсем понятно, как получить перевес. А так, я еще больше убедился. Довольно неприятно, что даже в таком странном варианте можно противоиспанской партии черных хорошо стоят. Так, ну, эту книгу я вообще не видел. Современная венская партия овечкин-соловьев, поэтому тоже ничего не могу сказать. Рассали, мои приятели, это альтернатива восьмом и тире четырнадцатому тому Халифмана. То есть Белой может разбить слона на Б5 спокойно в сицилянской защите или на Е6 походить в Ж3. Ну, довольно-таки уже своеобразные позиции получаются. Я думаю, что Корневой тут тоже должно все было удаться. Подожду, пока эта книга будет издана в России, хотя вроде она уже была издана. И вот самая последняя книга, которая меня больше всего интересует, это Андреев против защиты Каракан. Особенно мне интересно, потому что он разбирает ход Е5, который я за черных анализировал в дебютах своих видео в последнем курсе по закрытому варианту. И мне интересно сравнить его оценки с моими. пока эту книгу я не видел еще. Ну, и теперь переходим к высшей степени высшей степени эволюции шахматных книг по дебюту это издательство Quality Chess. И оно действительно Quality обозначает качество по английскому языку. К сожалению, большинство этих книг только в Англии, то есть в этом издательстве изданы, и на русском языке их найти невозможно. Ну, все началось где-то в 2004-2005 году. Вот эти вот книги, как мы видим, вот эти до серии Грассмейстер репертуара. Ну, они довольно-таки качественные, поскольку Грассмейстер Михаил Марин, например, писал, Грассмейстер Охарт, Грассмейстер Хозенко и так далее. Ну, наверное, они уже устарели, поскольку это 2005-2007 ход, и не такие уж мировые имена писали. Ну, и то же самое этих двух книг касается. Ну, а потом все началось с серии с Д4 по Авруху. Конечно, эта книга была сенсационной до своего времени, и очень много сильных Грассмейстеров, просто воспроизведя анализ Авруха, добились побед. Ну, сейчас вам это не так просто удастся, потому что черные нашли кучу опровержений, идей Авруха во многих вариантах, но все равно эта книга может оказаться вам полезной. Дело в том, что, что можно сказать, в чем отличаются вот эти первые два издательства от издательства Quality Chess. То, что здесь материал подан Грассмейстерами, дедая шахматистов, которые уже должны иметь какой-то определенный уровень. То есть, я думаю, что если у вас рейтинг фиды ниже чем 200, то никакой пользы от прочтения этих книг не будет, поскольку часто идут грубые варианты и очень мало идей. Причем, варианты такие компьютерные часто еще бывают. И, конечно, очень часто поэтому до какого-то уровня шахматисты доходят и им не хочется совершенствоваться и изобретить эти варианты, что-то они пытаются уйти от основных продолжений, но как раз суть этого издательства Quality Chess, что нужно играть главные линии и главные линии ведут к перевесу или наоборот к равенству. Если вы играете боковые, то все у вас может оказаться плохо. Ну, вторая часть D4 связана с ходами кроме хода D5, вторая часть как раз была переиздана в России, насколько я знаю. Дальше после этого идет английское начало по Марину. Это третий, четвертый по Титом. Конечно, это уникальная серия книг, поскольку по английскому атаку по английскому началу после Марина никто ничего не знал. Разве что Халифман в одной из книг дебют Белыми по Крамнику немного затронул английское начало с Т4 Ц5. Также здесь конечно более то есть менее значимые книги выходили например Альтерман на Гамбиты за черных у него одна книга посвящена с Гамбитом на Е4 вторая на Гамбитом на закрытое начало Атаке за спаниш книга Сабина Бурнелла там где он рассматривает Гамбиты в испанской партии то есть Яниша и контратака Маршала Гамбит Гаевского довольно таки тоже нормально у него проанализировано дальше культовая книга сегодняшний день это репертуар Гроссмейстера 6 сицилианская защита она сейчас готовится к переизданию по-моему она была издана в 2008 или 2009 году там где рассматривается найдер зачетных ну конечно еще раз говорю что немного она уже устарела когда новые компьютеры появились и нужно дорабатывать сицилианскую защиту как ничто другое следующая книга ну здесь Милос Павлович немного по варианте найдер ну это анализы оба цвета но я так эту книгу сильно не воспринимаю поскольку странные там оценки довольно таки скандинавская партия Кристиан Бауэр тоже не совсем убедительна то есть но это книги не относятся Грэдмастер репертуара вот Грэдмастер репертуара 7 это Каракан собственно если вы видели мои лекции дебютные защиты Каракан то где-то 70% идей я взял от Шандерфа в репертуаре а 30% додумал сам используя базы и так далее собственные разработки ну то есть у меня если вы посмотрите мои дебютные анализы во всех видео там более подробно все изложено а у него более кратко то есть у меня расширенный анализ может это не совсем не всем интересно так смотреть но считаю что от этого качества только повысилось так ну дальше идет еще культовый двухтомник Авруха защита Грюнфельда за черных 8-9 топ в одном рассматриваются идеи без главной линии во второй чисто главная линия главная линия это там где бьется пешка на d5 входится e4 конь c3 b на c ну что можно сказать тоже защита Грюнфельда это такой дебют сейчас который чисто компьютерный и пользы если вы просто возьмете эти книгу прочитаете не будет поскольку там чисто компьютерные анализы лучше уж прочитать вот эту книгу которую я вам рекомендовал здесь по защите Грюнфельда где он тут был ну в общем эту книгу девчевая агресса этого издательства поскольку там собственно идеи разбираются основные и так далее здесь чисто компьютерный анализ глубокий компьютерный анализ причем возможно есть дыры я точно не знаю ну что можно сказать про книги Авруха он действительно почти всегда пытается говорить правду если что-то скрыл то скорее всего не было просто партии еще сыграно на эту тему но дальше десятый том это защита Тарыша конечно защита Тарыша так себе дебют и здесь они показали что играть его можно за черных но они страдать будут вполне какой-то момент дальше вот Шандар также издал как Корнев D4 репертуар тоже здесь репертуар краткий не вдаваясь в глубокие подробности но довольно таки интересный например против голландки D4 F5 он G5 рекомендует он так я смотрел я смотрел но довольно таки интересно что против D4 то что против всяких индийских защит плюс голландки довольно таки качественная книга например против Бенони он систему связанную с F3 показывает против староэнтийской системы F3 она называется система Земиша тоже довольно таки все интересно конечно вот возможно если вы игросмейстер эти книги вам не будут интересны поскольку здесь собственно на более низкий уровень рассчитано но до уровня я думаю международного мастера сильного здесь все очень хорошо написано дальше 11 том грандмастер репертуар также написано врухом и здесь он рассматривает D4 конев 6 дробь D5 и всякие белые дебюты ферзевых пешек и всякая другая чепуха и не очень поскольку мы знаем что можно придумать много чего кроме того как идти в главные линии в закрытых дебютах ну довольно таки хорошая книга конечно у меня там тоже есть несколько вопросов и перейдем к следующему это Роберт Архас мейстер модерн Бенони Петров собственно я пытался играть Бенони я эту книгу вкратце изучил то есть без компьютерного анализа но у меня пока не получается играть Бенони но если вы играете модерн Бенони то надо обратить внимание именно на эту книгу поскольку здесь компьютерные анализы есть и идеи также показаны в общем на самом деле я читал на одном форуме Хальфман написал что модерн Бенони сейчас находится в лучшем состоянии с времен его вознагновения то есть компьютеры наоборот не доказали что белые сфорсированы выигрывают все таки черные в некоторых вариантах могут делать ничью что довольно таки интересно но это большая беда многих дебютов что черные могут сыграть даже что-то такое кривое и все равно белый не получит решающего перевеса дальше 13 том это испанская партия открытый вариант Виктора Михалевского но на самом деле довольно странный дебют странный что вышла книга по этому поводу поскольку у черных намного лучше есть испанские партии есть Берлин допустим тот же та же система Коцу все что угодно но почему-то открытый вариант испанский тем более в какой-то главе он делает анализ до 30 хода и в конце дает оценку плюс-равно довольно-таки смешно черные должны изучить теорию до 30 хода и что потом учатся Веншпиля да такое тоже бывает но мне это не нравится например дебют и переходим серия Grandmaster репертуара немного отошла который написал три книги по староиндийской защите первый том у него связан с системами фианкета ну то есть там где слот белый на ж2 развивается и вот он еще издал два тома по варианту Мордерпуата ну если вы просто играете староиндийскую защиту то вам это может быть не полезно если вы хотите очень глубокое знание о странице защиты за черных то эти книги нужно изучать ну и сразу предупреждаю вот я бы не смог бы это например изучить поскольку этот том 700 страниц эти два тома верхних в сумме тоже 700 то есть 1400 страниц теории хранить в голове представьте себе вот допустим книга по защите каракан 250 страниц ну если я там добавил вариантов это 350 страниц текста хранить в голове и сравнить со староиндийской защитой и получаются такие курьезы что в одном варианте недавно ну уже подметили на одном форуме что Акатрония проанализировал вариант какой-то на 25 ходу сделал новинку дал ей два восклицательных знака в общем три листа анализу этой новинки посвятил и потом в партии практически у нее позиция возникает то не делает эту новинку и проигрывает то есть вот такая странная вещь эта дебютная теория ну дальше довольно таки странно что издаются такие книги Джон Шон он просто соавтор этого издательства и он Королевский Гамбит странно довольно таки я не знаком с этой книгой но боюсь что белый могут получить хуже в Королевском Гамбите но максимум за что борется это уравнение и дебют можно применять только допустим раз в какой это неожиданно это же самое как цилианский Гамбит допустим или французский Гамбит один раз применить против более слабого соперника или наоборот чтобы сбить теорию но постоянно лучше этот дебют не применять дальше дебют Трамповского довольно таки неприятный дебют я не знаю к сожалению эта книга не знаком если бы я был знаком я бы что-то больше про нее сказал дальше Берг издал трехтомник по французской защите 14 15 16 том и в этих книгах он рекомендует наиграть вариант Винайвера с Слонб4 конечно здесь тоже глубокие компьютерные анализы особенно того варианта там где черные жертвы пешки 6 вы не понимаете в каком варианте посмотрите моё видео про обзор книги Халифмана 7 том соответственно сумасшедшие варианты он описывает где-то до 40 хода свою партию в один момент приводит соответственно опять таки очень спорно зачем такие варианты играть ну анализ действительно качественный что касается обоих его книг третью книгу я еще не видел третья книга посвящена другим системам кроме конь с 3 именно варианту Тараш с конь d2 и e5 а так же размену варианту в общем всем остальным системам дальше вот играя французскую защиту Огарт и Тирлица довольно таки интересно здесь как раз разобрана французская защита только не заслон b4 а с конь f6 в отличие от Витюгова по-моему здесь более таки интересные продолжения кроме конечно основной линии где он рекомендует вариант на вариант Болеславского играть а6 b5 ну действительно я уже упоминал при разборе Халифмана книги шестого тома что там черные в один момент могут добиваться уравнения играя по Халифману собственно они показали этот вариант но в другом варианте там проблемы у белых и они умолчали ну теперь соответственно переходим на другие дебюты и это 17 том классическая славянская защита Авруха очередной шедевр всех кто играет славянскую защиту рекомендую изучить эту книгу кстати почему-то здесь в этой издательстве не было еще двух книг автора Сакаева неужели он только на русском языке издал по славянской защите два тома по-моему он должен был и на английском издать ну ладно это мелочи Сакаев также издал если я вспомнил скажу сразу что недавно два года назад издал двухтомник по славянской защите и тоже очень качественно вот Амбрух именно Сакаев это такие авторы что очень качественный анализ всегда делают дебюты ну и классическая славянская защита действительно здесь крепость у черных на данный момент конечно не такая крепость как в Грюнфельде поскольку Грюнфельд это вообще ничья с компьютерной точки зрения но все равно очень сложно белыми получить что-то в славянской защите вот так вот получается очень странно что современной дебютной теории что в Е4 белом очень сложно получить потому что есть Берлин есть Русская партия кроме этого если даже что-то там придумать то есть как запасные дебюты французская защита защита каракан вариант Найдерфас Е5 в общем везде у черных все хорошо как в эти книги посмотреть на Д4 у черных все хорошо в Сувянке и в Грюнфельде в общем хоть С4 играй это так вот размышления о том зачем белым очень много теории надо знать дело в том что если вы будете играть только Е4 или только Д4 или только С4 или только Канев 3 найдется человек который подготовится и получит равная позиция поэтому надо варьировать дебюты постоянно с точки зрения реза черных все намного проще выучил линию получил равенство ну да бывает конечно минус того подхода что играя с более слабым соперником можно сделать ничью но к этому надо привыкнуть ну это так я немного отошел от основной темы дальше идет 18 том это Баси Аскатрониас еще написал по по челябинскому варианту книгу тоже очень много материала видимо она очень качественная хотя я еще раз говорю я не лез в эти глубокие дебри вариантов там где теория начинается вернее теория заканчивается в районе 25 хода поскольку немного другой у меня подход к варианту челябинскому ну и вот эта книга я не знаю но по-моему в России все-таки вышла если нет подправите меня в комментариях репертуар христмейстера и 4 против французской каракана и филидора то есть в отличие от книги Халифмана это очень новая книга нехи и у него здесь я смотрел собственно французскую защиту смотрел филидора каракан тоже если вы видели я видео разбирал специально добавил в плейлист классическая система видео поскольку очень конечно я нашел момент в котором он немного решил схитрить и там явного перевеса белых нет разбирая остальные продолжения я не нашел например как делать черными равную как получить черными равную позицию то есть единственным способом причем я анализировал где-то 2 или 3 часа чтобы до этого дойти то есть если вам попадется соперник который обычно играл по Халифману допустим или по Шандорфу у него такие более старые знания 2009 года допустим вы против него так сыграете то он может приплыть конечно поскольку здесь по сравнению с книгами Халифмана куча новых партий вставлено и куча новых идей которые действительно на практике подтверждены что довольно таки неприятно но все равно еще раз повторюсь вот книгу Дрея я жду больше по защите Каракан поскольку думаю что в Е5 намного интереснее на третьем ходу в защите Каракан это моя практика в дебюте говорит дальше следующая книга Хилар Тайгер Персон это датский кроссмейстер который всегда играет только современную защиту с ходами то есть он ходит G6 он G7 D6 A6 вот это не очень это правильный дебют но на перехват против более особых соперников годится здесь его приведен то есть это новая книга он 10 лет назад в том же издательстве это самая первая книга по дебюту была но я еще не видел тоже на самом деле я скептичен по поводу того что дебют может вообще быть хорошим и думаю что белый здесь получают перевес но не все так просто на самом деле ну и следующая книга Неги кроссмейстерский репертуар Е4 против сицилянки то есть здесь он рассматривает вариант Найдерфа и в отличие от Халифмана вместо английской атаки слон Е3 он рассматривает ход слон Ж5 раньше я думал что на слон Ж5 после конь Д7 у черных все хорошо но последние ходы показали что есть ход Ферси 2 и именно этот ход рассматривает Неги в принципе я немного посмотрел да неприятно черную мину придумывать вообще против слон Ж5 но в принципе сейчас вариант Найдерфа не очень часто играет ну это так сделано будущее за белых если кстати вы же видели наверное мои два последних видео которых я разбирал диску атаку за белых и я говорил что вот здесь белых нет перевеса там у белых нет перевеса а вот в варианте сон Ж5 может перевес найдется я все таки проанализирую это когда-то и посмотрю что там с отравленной конечно в Сослон Ж5 намного сложнее теория на самом деле поскольку нужно знать эти варианты до 20-го хода ну и следующая книга это собственно Аврух решил переиздать часть которая относится к каталонскому началу ну конечно еще раз говорю что та книга 2007-2008 это будет книга 2015-го года есть конечно в каталоге за эти 8 лет очень много всего изменилось и действительно наверное все очень интересно у меня тоже есть в каталоге идеи посмотрю как там у Авруха совпадают ли ну и здесь есть книги которые очень скоро выйдут это Е4 Джона Шоу это я не знаю что это Михаил Халевского еще одна книга также савианская защита связанная с C6 и 6 тем кто не любят бита C4 это тоже очень мощная альтернатива но как мы видим это очень мощное издательство quality chess и все его книги можно рекомендовать к изучению ну собственно очень долгое видео нужно подвести итог зачем нам нужны эти книги но если мы используем такие книги как этого издательства Everyman Chess или более продвинутое издательство это то которое здесь как мы увидели Chess Publishing под названием Соловьев издаляются в России то есть эти книги тоже хорошие но не такие хорошие вот эти вот самые лучшие но эти книги quality chess рассчитаны на очень продвинутых шахматистов те которые действительно хотят потратить сотни часов чтобы изучить новые дебюты и которым нравится собственно процесс изучения новых идей собственно что можно сделать вывод ну каждый занимается шахматами как ему нравится мне я основное время уделяю на изучение дебюта а потом потрачу больше времени на самое улучшение когда у меня все с дебютом будет нормально я уже подхожу к такой стадии что у меня очень хорошо все с дебютом то есть можно сначала выучить дебют на уровне хрестмейстера потом спокойно подойти на уровень международного мастера ну на этом все спасибо что досмотрели это видео до конца надеюсь вам понравился этот обзор с вами был MVP мастерии лампи то